Турецкие активисты, которые пытались прорваться сквозь блокаду сектора газа, потерпели неудачу две недели назад. Тогда в результате захвата так называемой «флотилии мира» израильскими военными было убито девять протестующих. Политическое давление на Израиль в связи с этим инцидентом продолжает расти. Впрочем, Израиль продолжает настаивать на том, что блокада сектора газа призвана остановить поставки оружия движению «Хамас», которое правит в регионе с 2007 года. Тем временем премьер-министр Израиля говорит, что его страна уже расширила список гуманитарных товаров, которые разрешат ввозить в газу. «Наш принцип прост – не допустить оружие и военную технику на территорию газа и поставить в этот регион гуманитарную помощь и другие товары, которые не связаны с вооружением. Сейчас мы проводим обсуждения, чтобы удостовериться, что этот принцип применяется в полном объёме». Теперь помимо других 150 позиций в газу можно будет доставлять соки, газированные воды, чипсы, печенье, конфеты и салаты. Но что ещё более необходимо для полутора миллионов жителей газа, так это цемент, чтобы восстановить дома, разрушенные после военного противостояния в конце 2008-го. Однако Израиль отказывает в этом материале. Его опасения связаны с тем, что цемент могут использовать для возведения туннелей, по которым из Египта доставляли оружие для Хамас. ООН, в свою очередь, предупреждает Израиль, что блокада сектора газа может привести к гуманитарной катастрофе в регионе.